Всем привет! Всем привет! Стешенька, скажи привет! Мы приехали в город, который находится на озере Гарда, и оно называется... Пардулино. Вот. Мы в этом городе ни разу не были. Хочем прогуляться, заодно приглашаем вас с собой. Присоединяйтесь. Мы припарковали наш автомобиль вот на этой парковке. Там парковка в самом начале при въезде в город, и теперь направляемся непосредственно на сам городок, который здесь находится. Парковка стоит 2 евро в час. Вот тут она прямо находится при въезде. И идем в город. Ну вот. Мы немножко прошлись. Тут такая большой есть кемпинг-плац. Большой-большой. И... Ну-ка, идем вдоль берега, пройдем. Как муж уже озвучил, мы будем гулять вдоль берега. Здесь лодочки стоят, яхты. Вам даже привезли свою. Привезли свою лодочку. Да. Этот город находится... Сколько километров от того, где мы остановились? 30 где-то. Где-то 30 километров вниз или вверх. Смотря как смотреть. Но на юге... На юге этого озера. Здесь уже получается не так много Альп. Альпы есть, но они там вон в долинке, а тут более равнинистая местность. Можно взять катамараны покататься. И вот такие здесь виды, отели. Очень много туристов. Многие катаются вот так на велосипедах. Тут есть колесо обозрения, но оно пока стоит. Так как в Италии, как мы вчера заметили, в основном все... Смотрите, какая красота цветет. Это магнолия белая. И как я уже сказала, как мы заметили, жизнь начинается в основном после обеда. Здесь магазины в том населенном пункте, где остановились мы, на обед закрываются. И открываются уже только после обеда, где-то 4 часа. А рестораны открываются около 6. Вот такие тут домики, виллы. Идем дальше. Смотрите, как цветут магнолии. Такие большие-большие. Цветы у них белые. Вот такой небольшой путь мы преодолели. И какие отсюда открываются красивые виды. Вот. Там на горах много-много вилл, домиков. И вот вдалеке виднеются домики на колесах. Люди приезжают и так отдыхают. Как вы видите, все лодочки припаркованы в ряд. Как на парковке. И маленьким вот таким катером. Доставляют хозяина к лодочке. Для того, чтобы она... То есть не к лодке, а к яхте. Чтобы он отправился покататься. Здесь курсируют экскурсионные катера. Не катера, а большие такие лодки. Мне кажется, даже можно взять и катер себе покататься. Вот посмотрите, какая прозрачная здесь вода. Вот такая. А вот в этом ресторане, который находится прямо на побережье, вот такие огромные-огромные пальмы. Вот такие. Мы, как всегда, начинаем наши прогулки с утра. Так что, как вы видите, людей еще не очень много, но есть. И солнце еще не стало так высоко. Вот тут на набережной плавают не только уже уточки, но и чайки, которые тоже просят себе покушать. И есть базар. И вот колесо обозрения. Ну, мы решили подняться на колесе обозрения покататься. Цена с одного человека 5 евро. У-у-у, поехали. Один. Один. Вот, заодно вам поснимаю виды сверху. Вот так. Мы поднимаемся, поднимаемся наверх. И посмотрите, как цветут эти магнолии. Вот так. Надеюсь, вам будет видно немножко белые цветы магнолии. Но колесо не очень высокое. И мы уже, можно сказать, всю высоту посмотрели. И вот так. Один дорогу, что ли? Не знаю, наверное, один круг. И мы спускаемся. Мы думали, что нам будет один кружочек, но мы поднимаемся второй раз. И теперь я вам поснимаю побольше отсюда виды. Правда, будет мешать сама конструкция колеса. Вот тут вдоль всей набережной получается у них большой-большой базар. И вот, видите, там стоят катера припаркованные. Три часа на этом катере обойдется вам 130 евро без стоимости бензина. Аренда. Везде-везде базар. Мы немножко прошлись вдоль базара, но я там не особо снимала, так как вещи, людей очень много. И теперь мы направляемся вот в такую улочку. Тут сплошные рестораны, кафе, мороженое. Вот такой красивой-красивой улицы. И мы идем с такими старыми зданиями. И такие красивые террасы. Мы дошли вот до этой церкви. И я хочу зайти внутрь, немножко там поснимать, как там. Посмотрите, какие красивые здесь домики. Все старенькие, со своей красотой, свой шарм у них. И идем внутрь церкви. Только я одену масочку. Ну вот. Тут довольно теки темно. И посмотрите, какая красота. Надеюсь, вам видно. И все. Там люди молились. И я очень быстро вышла. И не хотела проходить туда дальше, чтобы не мешать людям. Молиться. А теперь мы отправляемся гулять вот по таким улочкам. Но тут же тоже везде магазинчики. Магазинчики, сувениры. И все. Всякое разное. Вот такие. Какие интересные манекены. Вместо лица. Маски. Рестораны, кафе, офицерии. Вот такие улочки. Магазинчики. Идем дальше. Комп приват. Мы зашли в какой-то парк. Но тут приватные территории. Есть ресторан. Вот такое старое здание. Со старой даже еще штукатуркой. Местами потертая. Местами сохранившаяся. Вот так. Рестораны постепенно накрывают столы. Все, наверное, уже будут к обеду готовиться. Вот так. Фонтан тут есть. Вот такой фонтан. Простенький. Очередная улочка. И опять же магазинчики. Кафе. И жилые квартиры. Или отельные номера. Вот тут наверху. Мы опять свернули вот в такую улочку. Правда, это теперь аллея такая красивая. С деревьями. Здесь очень... Не знаю. Это, наверное, большие кузнечики. Такие звуки издают. Цикады. Или как их называют. Надеюсь, вам слышно этот звук. Вот этот базар, который вдоль набережной. Мы, правда, не в курсе. Он проходит каждый день. Или в определенный день. Нам так повезло, что мы попали на него. И вот мы идем теперь по этой аллее в сторону города. Вот теперь мы подошли к деревьям вот этим. А их тут вообще очень много. И я уверена, что теперь должно вам быть слышно, как они переговариваются между собой. Мы опять в городе. Тут мужчина идет, шумит. И мне охота показать вам, вот как красиво сделано. Старые дома. Местами оставлена старая штукатурка. Местами переделана. И вот такие красивые получаются здания своеобразные. И очередные кафе. Кафе тут очень много. Магазинов очень много. Ресторанов очень много. И отелей очень много. И туристов тоже уже довольно-таки много. Понемногу Италия возвращается к жизни. Так же, как и мы. Улицы наполняются. Кафе наполняется. Как вы видите, на улицах люди не все ходят в масках. Только единичные. Люди нам встречаются в масках. А так в основном уже все двигаются без масок. Посмотрите, какие красивые это улочки. С такими балкончиками, маленькими цветочками. Вот этот дом тоже интересный. Такой у него угол острый. Сперед этим я не сняла. Дом был. У него были стены и были все круглые. А тут, посмотрите, тоже оставили старые расписные стены. И вот такая улочка. Магазинов очень много. Да, вот это хлопковый магазин. Очень красивые вещи. Но я цены не буду снимать. И заходить тоже не хочу. Да, мотоцикл. Мой муж увидел, они с дочкой рассматривают. А я, как девочки, рассматриваю цветочки и балконы. Вот с этими цветочками. Ну и заодно вам покажу этот мотоцикл. Вот такой большой мотоцикл BMW. И очередная улица. Но тут уже ездят машины. Потому что вот эти улочки, где мы гуляли, там машин не было. То было все полностью пешеходная зона. А это вроде бы их школа. Или садик. Нет, школа. Вот тут находится. И какие-то их исторические здания. Вот за этим забором. Правда, оно немножко... Не знаю. Написано, что была типа школа. Какая-то. И вот, немножко она в таком состоянии. Вот мы тут проходили. Я не могла не снять вам дерево граната. Смотрите, как красиво цветет. И есть уже маленькие гранатки. Вот. Это первый раз я его здесь увидела. Ну, вот так красиво это. Лавровые деревья здесь по пути встречаются. Очень много. Оливковые везде. Просто везде. А вот гранатовые я увидела первый раз. Вот мы теперь идем по такой улице, где живут сами итальянцы. Не отели с ресторанами. А именно вот их дома. Ой, стишенька держишь шляпку. И вот такие улочки у них тут. Есть разные домики. Есть и заброшенные дома. Вот стоит такой. Наша прогулка подошла к концу. Мы отправляемся в отель. А вам хочу пожелать хорошего настроения. И до новых встреч на моем канале. Всем пока-пока.